В общеобразовательных учреждениях Саратовской области обучается почти 2000 детей-инвалидов и столько же с ограниченными возможностями здоровья. Государственная программа «Доступная среда» реализуется в нашем регионе с 2014 года. Из 2000 школ в области 127, по словам заместителя министра образования Ирины Чинаевой, приспособлены для обучения детей с особенностями развития. 20 из них узкоспециализированы. Остальные – это общеобразовательные учреждения, где для ребенка в рамках нацпроекта созданы условия инклюзии. О своем желании продолжать обучение или получать обучение в массовой обычной общеобразовательной школе желательно уведомлять администрацию школы заранее. Потому что если ребенок нуждается в специальной мебели или он нуждается в специальном учебнике, если это слабовидящий или слепой ребенок по технологии Брайля, или ребенку нужно увеличительное стекло – все эти нюансы, и они заранее приобретаются. Если ребенку необходим тьютер, то есть это не просто техническая поддержка, а педагог, который помогает выполнять задания, то это тоже такого педагога мы не в каждой школе быстро найдем. Средняя общеобразовательная школа номер 9. Пандусов нет, но есть еле заметные указатели, которые ведут к желанной двери. Директор школы неохотно открывает нам заветную калитку. Как открывается эта дверь изнутри, продемонстрировать нам так и не смогли. Да и вряд ли этим путем вообще когда-то мог бы воспользоваться хотя бы один колясочник. У лицея пригладных наук на Комсомольской и кнопка вызова есть, и пандус нормальный, но яма у входа. По словам сотрудника лицея, они уже давно пытаются добиться от администрации, обратить внимание на их жалобу. Но этот участок дороги со временем становится только хуже. Учреждения, которые построены были много лет назад, а у нас большое количество учреждений имеют срок эксплуатации более 50 лет, они строились без соблюдения вот этой архитектурной доступности. Поэтому, безусловно, учреждения делают то, что возможно. Потому что когда мы проверяем и принимаем учреждения каждый год к началу нового учебного года, в обязательном порядке проверяется и работа кнопок вызова персонала для того, чтобы помочь зайти. Обязательно проверяется вот этот доступный вход для людей с ограниченными возможностями здоровья. Найти этот заезд инвалид-колясочник тоже сможет только благодаря все тем же заветным стрелочкам. У входа в 37-й лицей кнопки вызова нет, лишь указатели, которые ведут туда, где также помощь никто оказать в результате не сможет. Отметим, что все саратовские школы мы снимали без санкций городских чиновников, а посему внутрь учебных заведений съемочную группу просто не пустили. Это лицей «Солярис» в Солнечном, он построен по современным стандартам. Для детей с ограниченными возможностями есть пандусы, обустроены спуски и подъемы у входа. И еще это одна из немногих школ, где есть бассейн. Но насколько обоснованы претензии Татьяны Сазоновой, приславшей письмо в редакцию, так и осталось тайной. Ее обращение в областную прокуратуру результата не принесли. Надзерное ведомство проводить проверку в части неисполнения федеральной программы «Доступная среда» отказалось и перенаправило жалобу в городскую администрацию. В мэрию обращалась и наша съемочная группа. Несколько дней переговоров результата не дали. Вы мне одни и те же вопросы задаете, я вам даю один и тот же ответ. Как только у нас появится информация по вашему вопросу, мы вам перезвоним. Пока ее нет. Опускается платформа, заезжает коляска и все платформы, то есть вот эти гусеницы, они потихоньку по ступенькам передвигаются. В школе-интернате номер 4 на улице Чернышевского занимаются дети, у которых имеются нарушения опорно-двигательного аппарата. Два подъемника стоимостью почти миллион рублей закуплены в рамках программы «Доступная среда». По всей школе установлены удобные перила, на них затрачено больше 3,5 миллионов рублей. На 800 тысяч рублей были закуплены программный комплекс, посмотрите внимание, обратите, что он без процессора, он только с монитором. Специальная клавиатура для детей с ДЦП. Это кнопки правая и левая, да, это джойстики, если неудобно кнопками, ребенок джойстиком право-лево включить-выключить. Всего в коррекционном учреждении обучается 131 ученик, из них 99 детей являются инвалидами детства. У детей в основном поражение центральной нервной системы, кроме двигательных нарушений, это еще нарушение речи. Поэтому очень важно, что школа-интернат имеет лицензию не только на образовательную деятельность, но и на медицинскую. В штате 33 педагогических работника, у каждого по два образования, и 14 медицинских. В лечебном корпусе школы-интерната дети проходят курс массажа, лечебной и адаптивной физкультуры, а также физиопроцедуры. В программе «Доступная среда» с 2015 года мы получили оборудование для физиотерапевтического кабинета. Мы по всему периметру всей школы, в каждом кабинете, в каждой комнате установили перила двухсторонние для детей возрастным поменьше и побольше. Мы сделали доступную группу, то есть пандус, въезд в образовательное учреждение. Также установили тактильные дорожки для детей слепых и слабовидящих. При входе в образовательное учреждение план поэтажный и плюс план есть для детей, для слепых с таблицей Брайли. Зачастую родители ребенка с ограниченными возможностями, желая его адаптировать в обществе и настаивая на обучении в обычной школе, могут только навредить своему чаду. Директор благотворительного фонда, одной из программ которых – это комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, советует прежде всего прислушаться к специалистам. Вот если говорить по городу Саратово, как вы оцениваете реализацию этой программы «Доступная среда»? Ну за последнее время, конечно, работа ведется. Несколько лет тому назад, ну точно лет 5, может быть 7 лет тому назад с доступной средой было совсем плохо. Обидно бывает, когда сдают жилые комплексы, и там нет ничего для тех людей, которые нуждаются в доступной среде. Вот это у меня вызывает просто искреннее непонимание, недоумение. Ну почему? Проблема понятна, количество таких людей понятно. И самое главное, что никто уже не застрахован от того, что не попадет в автомобильную катастрофу, не произойдет какое-то такое нарушение здоровья, что человек окажется в инвалидной коляске. Результатом программы «Доступная среда» должно быть наличие доступности всех объектов инфраструктуры. Это учебные заведения, транспорт, государственные учреждения и культурные объекты. В следующем году действие программы завершается. Но по-прежнему остается вопрос, стал ли наш город доступнее для маломобильных граждан. Продолжение следует...